здравствуйте уважаемые шестиклассники мы продолжаем изучать историю россии 57 видео урок тема быт русских людей в 13-15 столетиях в этот период был основной массы людей а это были крестьяне в 14-15 столетиях конечно не сильно изменился даже по сравнению с 10 столетиями не говоря уже о 11-12-13 веках словом крестьяне в древней Руси называли всех христиан в московской Руси словом этим понятием обозначали прежде всего конечно сельских жителей но не только и в небольших городках это тоже были крестьяне то есть христиане крестьяне были очень неприхотливы быт их был очень простым в южных районах Руси они строили дома низ которых углублялся в грунт а вот в северо-восточных областях возводили избы в которых полы приподнимались над почвой и делали полы из тесаных досток встречались также избы полу землянки которых однако зимой было значительно теплее чем в избах которые были приподняты над почвой на Новгородчине где почва болотистая дома строили с нижним нежилым этажом в нежилом этаже конечно была очень высокая влажность отсюда было очень холодно каждое сельское жилище отапливалось чаще всего это была печь топили печи по черному дым выходил через маленькие оконца и дверь в печи готовили еду пекли хлеб крыши жилищ крыли соломой нередко в перемешку с землей такая кровля хорошо держала тепло зимой а летом спасала от жары и не протекала дома горожан отличались от жилищ сельских жителей редко в городе можно было увидеть землянку мазанку или полуземлянку в основном в городе стояли наземные срубы печи уже имеют трубы в окружении заборовича соколов на городской усадьбе размещались помимо дома хозяйственные постройки а также баня и колодец для воды знатные люди жили богаче усадьбы князей и бояр по площади были от 300 250 до 1000 квадратных метров и даже более хоромы состояли из нескольких построек соединенных между собой и они соединялись между собой переходами террасами имелись деревянные башни башню называли теремом терем в отдельных избах жили слуги обширные погреба это непременный атрибут богатой усадьбы большинству сам знать и пятнадцатом столетии строили из круглых из круглых бревен и лишь отдельные бояре имели каменные дома но зимой каменных домах были очень жить было неуютно и холодно и сыра конечно же на протяжении 15 столетия московское княжество продолжало набирать и экономические и политические силы в нем утвердился новый порядок пристроенного наследия от отца к сыну московские князья постепенно присоединили к своим владениям все новые и новые территории ярославль и новгород и нижний новгород и тверь создавались создавалась новая система управления и новое законодательство иван третий в его годы правления страна избавилась от ордынского владычества постепенно налаживали связи западной европой 13 14 столетиях возродилась русская культура о чем мы на предыдущем занятии с вами говорили 15 и начале 16 столетия наблюдается бурный рост и рассвет архитектуры и иконописи задание на дом первый вопрос какие заслуги ивана третьего можно отметить четырех пяти положениях второй вопрос чем усобица в московском княжестве 15 столетия отличалась от княжеских междоусобиц 12 13 веков третий вопрос с помощью карт рассказать о процессе объединения русских земель 14 15 столетия четвертый вопрос какие территории оставались подчинить наследникам ивана третьего для завершения объединения русских земель пятый вопрос какие органы центрального местного управления существовали при его не третьем и какие функции они выполняли спасибо за внимание на следующем занятии и которые которые последние и тоже все занятия в истории россии шестой класс будет тема церковь и государства с пятнадцатого поначалу шестнадцатого столетия даже по середину шестнадцатого столетия и здесь же нестяжатели и о иосифляне спасибо за внимание до свидания жду вас на своем образовательном канале до свидания субтитры динамом субтитры динамом субтитры динамом